Тверь снова стала столицей универсального боя. В региональном центре состоялись всероссийские соревнования по этому единоборству. Турнир был посвящен памяти олимпийского чемпиона подзюдо Сергея Новикова, который много раз посещал наш город. Два дня, 27 и 28 августа, в Тверском фоке имени Ахмерова бегали, метали ножи и мечи, ну и, конечно, бились и боролись поклонники универсального боя. Всего в столицу Верхневолжья прибыли около 300 участников разных возрастов из 23 регионов России. В основном в центральный федеральный округ, представитель здесь, из Уральского федерального округа, Южный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, то есть, ну, самый дальний, наверное, у нас Свердловская область, это Уральский федеральный округ. Турнир был посвящен памяти олимпийского чемпиона подзюдо Сергея Новикова. Он много раз приезжал в Тверь, проводил здесь тренировки. В последнее десятилетие спортсмен посвятил созданию и развитию именно универсального боя. Я очень рада, что меня сегодня пригласили на это мероприятие, потому что отец стоял, по сути дела, у истоков создания видов спорта, универсальный бой. Для него это было очень важное, значимое событие, и вообще в жизни он потом видел в этом цель. Универсальный бой за рубежом называют русским боем. В какой-то степени это триатлон, но с упором не только на физическую, но и боевую подготовку спортсмена. Причем выкладываться надо везде и по полной. Он не должен только уметь поединок в ринге или на ковре, он еще и должен уметь преодолеть всю полосу препятствий, тем самым поразить цель на дистанции метания меча или ножа и также точно стрельнуть на дистанции стрельбы из пистолета. Соревнования памяти Сергея Новикова проходили при активной поддержке целого ряда организаций, в частности Федерации Творских профсоюзов. Федерация профсоюзов рада приветствовать такое мероприятие, которое говорит о том, что спорт – это главная основа нашей жизни. Профсоюзы сами проводят туристические слеты, соревнования и так далее. Информационным партнером турнира стал медиахолдинг «Тверской проспект», который представлял автор и ведущий многих информационно-аналитических программ Сергей Рогозин. Он отметил, что столица Верхней Волжи стала местом проведения соревнований не случайно. Здесь получила свое начало и инициатива Сергея Петровича Новикова, основателя универсального боя, олимпийского чемпиона под дзюдо. Мы очень надеемся, что мечта Сергея Петровича сделать этот вид спорта олимпийским непременно сбудется. Соревнования в Твери прошли с большим успехом. Золото брали спортсмены из разных регионов, в том числе и хозяева. Теперь победителям и призерам надо готовиться уже к чемпионатам России в своих возрастных категориях. Ведь турнир памяти Новикова был еще и отборочным для тех, кто захочет подтвердить свое мастерство уже в рамках национального первенства.